Микс Ньюз. Можете нам и в Ватсапе писать. Ну, поговорим, за что отвечает Латвия Саутуцельустура. И сразу отметим, что за строительство дорог непосредственное вы не отвечаете. Что же входит в вашу компетенцию? Да, строительство дорог не в нашем компетенции. Во-первых, мы отвечаем только за все государственные дорог. Так что вопросы, связанные с городами, это не в нашей адресе. И другое, мы ответственны за ежедневное обслуживание. То есть, каждый день? Да, это те, что мы, ну, главное, где мы видны, в основном, это то, что зимний сезон чистим дороги государственные. И летний сезон, наверное, это то, что связано, если асфальтовые дороги, это ремонт ям. И если это гравированные дороги, то все, что связано с поддержанием ежедневных гравированных дорог. На прошлой неделе появилась информация, что по сравнению с 2014 годом уменьшилась вот эта необходимость ремонтных работ на 40%, именно вот этот ремонт и залатывание, так называемое, ям. А в связи с чем вот это улучшение произошло? Ну, это, в принципе, последние даже, можно сказать, больше 10 лет эта тенденция наблюдается, что в связи с тем, что в предыдущие годы интенсивно инвестируется в ремонт главных дорог, значит, соответственно, нужды, связанные с ремонтом и залатыванием ям на эти дороги сокращаются. И да, как Вы уже упомянули, если сравнить, например, с ситуацией пяти лет недавности, то общий объем ям примерно на 40% сократился, если мы говорим только о главной дороге, потому что у нас есть главные региональные и местные дороги, если мы говорим только о главных дорогах, то почти 60% меньше. А вот знаем мы, что есть дороги, в частности, наверное, тот, кто в Сиголду ездил, вспоминает эту дорогу, там, где заплатка на заплатке, еще одна заплатка сверху. Когда Вы делаете, Вас просят сделать эту работу, Вы как-то сообщаете, то следующая инстанция, это Латвия Свал с целью или непосредственно Министерство сообщения, что вот здесь уже Вы уже заплатку на заплатку ставите, и уже так делать не надо, и уже какая-то ситуация экстренная. Нет, конечно, все эти ситуации на всех дорогах, на всех участках сети, государственной автосети известны, и Латвия Свал с целью, это есть главная институция, которая администрирует и ремонт дорог, и организации работы, связанные с этим ежедневным обслуживанием. Так что, конечно, все наши действия изначально планируются и САПШ делается, так что и график работает, и, соответственно, все суммы, которые планируются на эти нужды тратить, конечно, их нужно согласовать и акцептировать, соответственно. Так что там все-все в курсе, все-все работают САПШ. Вы вот упомянули, что зимой Вы наиболее заметны, о Вас больше всего говорят, когда снег, Вы убираете дороги, и знаем мы, что, ну, как все эксперты отмечают, что проблема ям в том числе из-за того, что зимой какие-то вот эти химические моменты, химические средства, которыми посыпают дороги, плюс этот перепад температуры, что вот это является такой убийцей для дорог. Как Вы проверяете вот эту сеть дорог, ее же надо проехать по всем дорогам Латвии, Вы объезжаете на машинах, проходите пешком, как это происходит? Ну, главное, наверное, из чего появляются ямы, это, во-первых, они появляются на те участки дороги, которые уже в плохом состоянии. Да, и, конечно, вся сеть государственных дорог регулярно следит за технической ситуацией на этих дорогах, эта задача Латвийс Валс цели, они каждый год регулярно это делают, и они потом тоже, это информация публичная, и у них есть своя методика, как они оценивают ситуацию на этих дорогах, потому что у них есть хорошие качества, плохое качество, и там, например, каждый год эта информация публична, что они и делают. Насчет ям, я думаю, там главная причина все-таки не какие-то химические вещества, которыми мы, например, работаем, потому что, ну, та же соль, это есть, пока, к сожалению, на сегодняшний день ничего лучше соли не придумали, если мы смотрим то, что компромисс между результатом, который должны достигнуть, и ценой этого продукта, да, и всеми этими качествами, то, конечно, они только в Латвии, везде, где в Европе, соль все равно остается главным материалом, который использует. Погода? Нет, погода, это, может быть, не самый главный аргумент, потому что, конечно, самое худшее для дороги – это вода, но уже этот негативный эффект или дефект уже появляется на тех участках, где уже качество самого покрытия ухудшается, это больше результат того, что предыдущие годы недостаточно инвестиций были сделаны в ремонт и восстановление этих дорог. Сколько тратится, в общем, на вот эти вот заделывания дыр и ям, и не было ли к вам предложений, не обсуждали ли вы, что, возможно, там на какой-то участок дороги лучше перенаправить деньги для того, чтобы его отремонтировать от и до, а не, например, залатать дырки на большем протяжении дорог, но всё равно это будет латание, которое тоже через год, наверное, опять надо будет… Да, да, нет, конечно, с этой точки зрения, на общем, на планирование их работ, конечно, смотрит тоже латвий с целью, которые главные, которые это организуют, как я уже сказал, они ответственны не только за ремонт, а ежедневное обслуживание, так что всегда эти приоритеты соответствуются, и где у них есть, конечно, план реконструкции, то они там и делают, и мы, конечно, тоже наше мнение, мы их можем высказывать, и вместе с ними и тогда решаем, например, какие конкретные технологии, например, в конкретные случаи лучше использовать. Если вернуться к возникновению ям, вы наверняка были свидетелем, нельзя было пропустить ситуацию в Риге, которая была весной этого года, и ограничивали движение, и сейчас на днях стало известно, что улица Чака, которая, такое негодование автомобилистов вызывало, ее состояние еще на год, скорее всего, отложит ее ремонт, и тогда, как главную причину, называли именно погодные условия, что именно погода настолько испортила. Вас, как экспертов государственного масштаба, не привлекали для того, чтобы… Нет, не привлекали, но такой вопрос поднимался, нам тоже спрашивали, и только можно комментировать то, что, например, если мы смотрим сеть государственных работ, то мы не видим каких-то особенных климатических условий, прошедших за мисс, что нам мы чувствовали, что ухудшаются очень ситуации в этом контексте. Так что я думаю, там погода, ну, вода и погода, конечно, влияют, но все-таки главная причина, я думаю, тоже в Риге, так же, как и на государственных дорогах, это все-таки, что недостаток инвестиций, которые планомерно инвестируются именно в восстановление, в ремонт, капитальный ремонт дороги. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефона прямого эфира, можете звонить, задавать свои вопросы, председатель правления Латвии, Салту Целюстера, это есть Райт, из Нэшпурс у нас в студии. Когда, ну, со старыми дорогами понятно, когда они в плохом состоянии, что, да, требуется ремонт и возникают ямы, а новые дороги тоже иногда мы от жителей слышим, что вот там сделали только дорогу, и опять почему-то там возникает какая-то заплатка, что может быть причиной, и как часто вам приходится вот это свежее покрытие, которое год или два назад было положено, вам его надо трогать. Нет, ну, как я уже предыдущий сказал, что, конечно, тенденции, в общем, есть, что этот объем, ям сокращаются на эти ремонты, и главная причина, потому что они ремонтируются. Конечно, может быть отдельные случаи, но мы не можем сказать, что это тенденции. Это, значит, те дороги, которые недавно реконструированы, и там, конечно, ситуация намного лучше, лучше и другая, и там мы проблемой с этим не сталкиваемся. Сколько, какие планы на ближайший сезон, сколько планируется вот этот объем, сколько квадратных метров заделать ям на сегодняшний день у вас, вот в вашем видении вы уже точно знаете, что вам объем стоит. У нас 1 июля это является сроком, когда мы должны, как мы называем, этот объемный ремонт, ям ремонтировать после позимнего сезона, то пока примерно 265 тысяч квадратных метров. Конечно, и до конца года еще ямы появляются, и мы их заделываем. Ну, я думаю, если в прошлом году это было где-то 285 тысяч, то я думаю, в этом году, ну, примерно плюс-минус то же самое, или даже меньше мы видим, может быть. Сколько, ну, какой объем инвестиций это потребует, сколько денег на это надо? Это примерно 6 миллионов евро, которые, в общем, уходят на ремонт ям. Можно тут сказать, что… Ежегодно? Да. Пять лет назад это было 10 миллионов, на этот сезон мы примерно смотрим, что это будет 6 миллионов. И, конечно, тут вопрос, где-то мы экономим, и как мы их, может, потом более, где мы их тратим, то, конечно, та ситуация, что улучшается ситуация на главных дорогах, в контексте именно ежедневного обслуживания у нас появляются дополнительные ресурсы, которые мы можем направить на региональные и межместного значения дороги. И, значит, в тех случаях, например, где есть эти участки дороги, которые в плохой ситуации, мы можем… Так что у нас есть экономные средства на главной дороге, мы можем там, может быть, использовать немножко другую технологию, не заниматься просто залатанием ям, которые, конечно, это все-таки краткосрочное решение, и там ямы, может быть, не на том же самом месте, но рядом появляются регулярно, то мы там используем немножко другой технологии, которая немножко дороже, но обрабатываем эти участки дороги с этой бетонной эмульсией. Ну, одновременно мы не делаем эти… не залатываем эти ямы, но по всей ширине дороги делаем новый слой бетонной эмульсии, который, конечно, не можно сравнить с полностью реконструированной работой, но там есть два эффекта, конечно. Во-первых, ситуация или комфорт продвижения этой дороги улучается, улучшаем, и мы исключаем тоже то, что исключаем попадание воды внутри дороги, так что появляется этот слой, больше нет этих трещин. И в-третьем, конечно, после обработки в тех участках надобность или поливление новых ям мы исключаем на 3-5 лет. Сколько ям на сегодняшний день обрабатывается вот этим новым способом? Примерно в этом году планируется у нас обработать примерно 186 участков, которые получаются примерно где-то 220 километров. Уже новым способом. Да, но это не новый способ, это мы ими делаем, конечно, каждый год такая технология была, но просто средства больше предыдущих лет, в годах мы должны были направлять на ремонт ям на эти главные дороги, так что сейчас там надобность исключается, то у нас есть возможность немножко переправить эти свои приоритеты и тоже помочь, так сказать, Латвии свал с целью, если даже нет средств на полноценную реконструкцию дороги, то мы можем с средствами, нашими методами ежедневного обслуживания, и можем улучшить, сразу почувствовать это улучшение ситуации на этих дорогах. Председатель правления Латвии Сауту Целлюсту, Ратайс Райт Иснэш, пульс у нас в студии, мы прервемся на новости рекламу, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Разворот». Председатель правления Латвии Сауту Целлюсту, Ратайс Райт Иснэш, пульс у нас в студии, можете звонить нам 672 12 93 9, 672 13 93 9. Говорим о содержании дорог, о поддержании их в приличном состоянии. До перерыва на новости рекламу вы назвали цифру 6 миллионов евро, это сумма, которая примерно уходит в год на работы по содержанию дорог наших латвийских. Это коррекция, это именно на ремонт ям. Ям. Бывает ли ситуация, что вы выходите за рамки бюджета, потому что, ну, возможно, где-то там какой-то экстренный случай, мы никогда не знаем, где как что развалится, где как что сломается. Нет, у нас есть бюджет на год, который выделяется. Не у нас государство выделяет бюджет на год, который просто предусмотрен именно поддержанием, ежедневным поддержанием обслуживания автодорог. Наша задача, конечно, так же, как и в соответствии, как и можно, на счет инвестиций в дорогу, но ремонт дорог, как уже это цифра публичная, что, наверное, дефицит этих инвестиций где-то примерно 4 миллиарда евро, то, конечно, тоже, что касается этому ежедневному обслуживанию, то тоже мы работаем с дефицитом бюджета, да, если мы получаем каждый год в бюджете эта сумма составляет примерно 60 миллионов, то по подсчету специалистов «Латвии Свал» с целью, то оптимальная сумма бы была 180 миллионов. Значит, это одна треть из того, чтобы мы полностью могли все дороги, которые государственные, и А, и Б, и С, и Д категории, значит, соответственно, требования поддержать. Ни в чем себе не отказывать. Да, так что наша задача, конечно, с другой стороны, конечно, если есть денег, не хватает, то работает по какому-то принципу приоритетов, да, так что главный приоритет, конечно, всегда тот, что главные дороги, где больше интенсивные сообщения, и там и главное, так сказать, и фокус на эти участки. Но у другой еще есть параметр такой, что и зима, и лето. Если лето мы можем контролировать и планировать, что мы делаем, то иногда зимой, конечно, это главное, то, что регулирует нашу работу, это погодные условия. Ну, вот этой весной и прошлой весной тоже были проблемы, прошлой больше, потому что начал стаять снег, которого какое-то невероятное количество выпало, и гравийные дороги были даже закрыты. Как вы исправлялись с этой ситуацией, что вы могли сделать для того, чтобы вот эту гравийную дорогу, которая, когда идет дождь, она ее просто размывает, если там еще какая-то фура проезжает, или тяжелая машина, то там от нее ничего не остается? Да, ну, гравийная работа дороги вообще по технологии или по классике называется пользованием, периодическим пользованием, что это изначально думано, что они не служат как нормальная дорога. Все равно там есть ограничения, которые именно, если может быть ситуация из-за климатических условий, что она становится непроезжаемой, это нормально. Как мы это делаем? Я думаю, в не прошлом, в этой сезоне, в прошлой сезоне ничего особенного не было. Конечно, есть это, когда есть весной и осенью эти ситуации, когда из-за проливных дождев ситуация ухудшается, там даст, там ставится ограничение массы, да, и проблема в том, что их не всегда учитывают, например, но мы тоже знаем большие фуры, которые, то есть, вырабатывают, которые леса или те же другие отрасли, то, конечно, там есть с этим есть проблема. Проблема в том, что мы это не можем контролировать, это задача полиции, да, и штрафовать, и контролировать, но это тогда просто только, знаешь, то, что не все зависит от нас, чтобы дорога была хорошая, но это все зависит тоже от всех пользователей дорог. Ну, если, например, кто-то считает, что его интересы превыше других, то, например, проезжая на такой машине, да, ну, их бизнес, интересы и так далее, но потом все другие страдают. И мы, конечно, в том ситуации, от наших, если такая дорога уже в такой ситуации, мы ничего особо там сделать не можем, мы тогда должны ждать, пока высохнет, пока ситуация на этой дороге становится премленной, такой, что мы можем, например, тоже грейдерать или что-то улучшать. А что делать, если, вот, например, предприятие где-то находится, и путь к нему только через вот гравийную дорогу? Останавливать всю работу или... Ну, это просто тогда вопрос, это, конечно, это вопрос, где нужно включать и самоуправление, и решать этот вопрос сообща. То, что мы со своей стороны, конечно, делаем, мы пытаемся напрямую говорить с самоуправлениями, потому что они знают больше и требований бизнеса местного, требований жителей, социальных функций и так далее. Также мы говорим, например, с перевозчиками именно пассажирных автобусов, да, и пытаясь с ними согласовать как-то эти действия, и действительно, они больше там на местах знают, где это главная проблемная ситуация или больше приоритет, на это мы пытаемся быстрее реагировать, имея, конечно, в виду то, что у нас есть только средства, только есть, и какие-то нормативы, которые мы должны соответствовать. Надевайте наушники, у нас звонки по двум линиям, будем слушать наших звонящих. Добрый день. Добрый день. Во-первых, фуры платят, основной дорожный налог, так что, я думаю, они имеют права уродать эти дороги, они за него заплатили. Вопрос следующий. Из 6 миллионов, фактически 2 миллиона 600 уходит обратно же в казну на налоги. Может быть, для этих сделок логично было отменить налоговое обложение? Во-первых, вы перестали бы воровать налогов, как обычно у нас это делается, а во-вторых, мы бы тогда дальше бы ушли на эти 2 миллиона 600 тысяч? Я могу сказать, что на сегодняшний день та сумма в бюджете, которые, эти 60 миллионов, которые планируются на ежедневное обслуживание дороги, они не благаются ПВНам, так что там вопрос это уже решен. Так, был еще один звонок. 672-12-93-9, 672-13-93-9, перезвоните. Добрый день. Добрый день. У меня несколько вопросов. Я хотел узнать, кто надзирает за состояниями дорог в Риге и ремонтами? И как наказывают за такое состояние и за такой ремонт? Например, на Бривбас через год уже надо было ремонтировать заново. Спасибо. Это, наверное, самоуправление Риги, которое сама и планирует, и контролирует. Да, в самом начале мы поговорили, что Латвия с аутоцелюстера, это если отвечает именно за государственную сеть дорог, а в городах уже отвечают непосредственно самоуправление. Перед этим звонил слушатель, говорил про фуры, которые платят за... Да, конечно, они платят, но, наверное, все, которые пользуются этими дорогами, платят. Ну и поэтому, и... Я уже то, что сказал, что, конечно, это не вариант... Ну, есть такие ситуации, действительно, есть, им нужно использовать эти дороги, они ничего другого делать не могут, но нужно как-то сообщать, решать и тогда думать вместе с самоуправлением, как эти вопросы решать, да. Потому что... Ну, много раз уже поднимался вопрос о том, должен ли вот этот дорожный налог полностью уходить на содержание дорог, то есть отдельный кармашек, отдельный кошелек, куда вот все деньги, которые мы там платим в ЦСДД, например, да, потом уходят, собираются и тратят уже только на дороги. Но это уже так есть, я думаю, вопрос, то, что публично обсуждается очень часто, это вопрос акциза на топливо. Да, так что это немножко... То, что платят за дороги, то, в принципе, и в дороге и уходят. И уходят. А акциз на топливо? Там есть... Я не могу комментировать, как они конкретно, но, конечно, это не отдается именно нуждам дороги, да, нет. Пока это такой механизм не работает. Но вам бы хотелось, чтобы так было? Это бы помогла ситуация? Ну, то, что дополнительное финансирование нужно, это уже понятно, да, и на счет ремонта дороги, и на счет поддержания дорог. Так что, конечно, средств пока не хватает, чтобы соответственными всеми требованиями все эти дороги, работы могли бы исполнять. Заканчивается вот этот период поддержки еврофондов. Неизвестно, что будет в следующем периоде, пока никто не знает, цифры никакие не называются, но достаточно так в нервном состоянии все те, кто финансируется, и в том числе дороги наши тоже, мы знаем, что достаточно большая часть финансируется из еврофондов. Вот как вы смотрите на ближайшие несколько лет? Какая перспектива? И сможем ли мы справиться своими силами, если какая-то незначительная часть будет из еврофондов выделена? А то, что будет в следующем году, это ясно, что они сокращаются? Пока есть неясность, что будет уже в новом периоде. Думая, ничего там другого не придумаем, нужно действительно думать, как те средства, которые доступны на сегодняшний день, как их более правильно использовать, пока другого, наверное, решения нет. По поводу ресурсов хотелось бы поговорить и о сотрудниках предприятия. Мы вот в перерыве затронули эту тему, что Латвия с ауту цель устрая, то есть там работают только, то есть вы не нанимаете посредников, вы работаете сами. В основном, конечно, где-то 98% работ мы сами делаем. Чем занимаются эти сотрудники? Возможно, в представлении некоторых это люди исключительно, которые на улице, холод, морозят. Так и есть, в принципе, это соответствует действительности, потому что где-то примерно 70% наших работников, именно те, которые работают реально на дорогах, и 30% соответственно эти инженеры, администрация. Ну а вы проверяете, например, может быть, у вас лаборатория есть, которая там смотрит на качество того? Да, у нас есть свои лаборатории, две, да. Но мы, конечно, у нас есть сотрудничество с сетью лабораторий, которые у нас есть свои внутренние, конечно, процедуры, где качество материалов, качество работы мы, конечно, регулярно контролируем. И плюс нас еще контролируют, потому что Латвия из вас в цели, которые администрируют вообще эту работу, то, конечно, у них есть свои контрольные институции, которые ежедневно нас тоже проверяют и контролируют. То есть, если вы хотите работать в Латвии с Ауту Целюстера, то есть это не обязательно на дороге, все-таки остается еще процент, это может быть там и лабораторный какой-то сотрудник и другой? Ну, после работы в лаборатории тоже понятие и насчет, что такое дороги, и все специфики, это все равно, это всегда пригодится, если человек и поработал в реальных условиях на дороге. Руками? Да. А вы когда-нибудь залатывали ямы? Нет, пока не успел. Надо бы, и хорошая идея, нужно будет тоже попробовать, да. Попробовать, да. А что с сотрудниками молодыми? Вы чувствуете недостаток? Вам не хватает специалистов хороших? Мы сейчас не только про число, но и про качество. Да, но мы, наверное, не исключение, так что, я думаю, мы конкурируем за те работники, те же самые, которые, например, частный сектор, который работает в строительстве дорог, так что мы с новыми кадрами, есть у нас проблемы, мы думаем, как их заинтересовать, тоже работаем, тоже участвуем. А у нас есть сотрудничество, есть с Мелтином, есть специальный техникум, который именно обучает этих специалистов, специалистов, только с ними мы сотрудничаем, и думаем, как привлечь оттуда новых специалистов, и думаем тоже, конечно, как внутри компании, потому что мы довольно большая компания, есть 1200, больше 1200 работников, так что тоже сделать такую среду, чтобы эти молодые специалисты видели, что у них есть там карьерные росты, к нам приходя, можно и свою карьеру сделать хорошую. Но идут молодые люди, или у вас все-таки там старше определенного возраста? Идут, не можно сказать, что не идут, но если мы говорим о среднем, то, конечно, наш средний возраст работников, это примерно 50 лет, так что это задача наша, один из приоритетов, как организовать эту последовательную замену этих специалистов. Смену поколений. А не возникает вот со старшим поколением проблема, что вот они все-таки привыкли там по каким-то своим нормам работать, и вы там им предлагаете какую-то новую технологию, новый способ, новый материал, они говорят, нет, я 30 лет назад так залатывал дым, я, мы сейчас так же буду, и все нормально. Да, конечно, у них есть свое мнение, но мы их, может быть, и не назову этих проблемами, это, я назову, это интересная задача для нас, руководства их доказать, что нужно что-то менять, и есть другие средства, как это можно делать, и всегда есть позитивность, что есть такой конструктивный диалог, что есть и критика, и есть другой взгляд на вещи, так что, я думаю, в процессе такого диалога можно сами хорошее решение принять. А бывают такие вот какие-то креативные мысли, которые появляются, и, возможно, вы там какие-то новые способы придумываете, новую технику? Ну, наверное, наша отрасль не та отрасль, которая там инновацией по месяцам идет, как, не знаю, в IT-технологиях, но, конечно, есть, мы думаем, но главное наше, там, ну, как мы это смотрим, там нужно быть соответствует инвестиции и результаты, но нам нужен результат, наверное, мы смотрим на той инвестиции, которая результат дает в краткосрочной времени, мы не можем смотреть на такие очень долгосрочные инвестиции, но, как пример, в прошлом году мы, например, как тестовый пилот сделали такую, внедрили сенсоры, мобильные сенсоры, которые в зимнем сезоне контролировали ситуацию, у нас дорожное покрытие, да, у нас были партнеры, чтобы самим не надо было ехать по этим дорогам, мы заключили договора с, например, с некоторыми автобусными парками и логистическими компаниями, которые оборудовали их технику автомашиной с этим сенсором, они делали свою работу, и одновременно мы получили актуальную информацию на тот момент, который есть ситуация на поверхности дороги. Это нам помогает, конечно, тогда более оперативно принимать решения, мы можем отдаленно контролировать эту ситуацию и вновь своевременно реагировать, чтобы и лишнее не делать, и исключая ситуацию, что мы что-то не доделывали. А есть какой-то ресурс, куда люди могут сообщать? А ями вот они едут, увидели, там, сфотографировали, отправили. Да, конечно, есть. Есть круглосуточный телефон, бесплатный 8000 5555, который называется «Статекс информации из центра», где все могут звонить, информировать о этих проблемах. Вся информация тогда, если это относится к нам, к нашим ответственности, мы тогда эту всю информацию обработываем и, соответственно, реагируем на эти все проблемы. И плюс, конечно, то, что тот, который звонил, он потом может получить отбрятную связь, и им скажет, сколько времени это займет, и что это за ситуация. Параллельно мы сегодня, тоже 21 век сегодня, мы тоже думаем о более, может быть, мобильных средствах информации, так что есть такой вейс, как вы знаете. Сегодня уже можно отметить даже разные проблемы в этой аппликации, но сейчас мы работаем в том направлении, чтобы, если человек отметил, что там есть яма, что мы эту информацию получили, из этой информации мы можем определить, в каком месте это есть, где это находится, соответственно, сделать эту работу и тоже дать эту обратную связь, что все сделано и так далее. Так что на таком тоже, в таком направлении мы тоже работаем. Но еще нет такого, что вы смотрите по Вейзу и… Мы, конечно, мы смотрим все, что можно. Мы и Делфи смотрим, и Фейсбуки смотрим, и газеты читаем, и порталы смотрим, где всегда, где везде есть эта информация, где что-то можно сказать, быть в дорогах, то мы, конечно, на это должны реагировать и это смотрим. Но Вейз это как такое систематическое решение, которое мы видим, как еще один канал хороший, где мы можем оперативно получать информацию и дать нашим пользователям, нашим клиентам, государственных автодорог, тоже еще более удобный метод, чтобы можно быстро и оперативно о этих проблемах информировать, потому что мы это не видим как жалобы, мы это видим как очень полезную информацию, которая нам дает улучшать свою работу. А откуда материалы, и какими материалами мы работаем на латвийских дорогах, чей, бетон, что там еще используется? Ну, те всем, конечно, приоритетно все те материалы, которые можно в Латвии получить или купить, это мы, конечно, используем, потому что, ну, в этой нашей отрасли очень важно, если это география, где ты находишься, чтобы, например, если нужно ремонтировать один участок дороги, то, конечно, ищется возможность, чем ближе этот материал, тем эти дешевле и удобнее. Ну, конечно, есть некоторые материалы, например, как гранц, гранитная чебенка, это в Латвии нету, и мы их должны закупать, например, тот же соль, но соль у нас не делается в Латвии, так что мы их тоже привозим или из Белоруссии, или из Марокко, или из Африки, так что. То есть, вот вам идея, пожалуйста, для стартапа, например, какой-нибудь соляной завод устроить здесь. Да, да. Но местные материалы, которые вы здесь закупаете, у вас тоже есть какой-то запрос? То есть, вы говорите, что нам, например, надо больше производить какого-то бетона, вот предприниматели, пожалуйста, есть такая возможность, работайте в этом направлении, в следующем сезоне нам надо будет в два раза больше, чем в предыдущем. Ну, я думаю, такие радикальные изменения, но нет в объемах, они плюс-минус, они все-таки похожие, но мы работаем, конечно, поэтому мы организируем эти закупки долгосрочные на 3-5 лет, именно то, чтобы гарантировать, что у нас есть материал доступен, и тот же фактор, учитывая, чтобы эти потенциальные наши поставщики может ориентироваться и планировать свою работу тоже. Мы надеемся, что таким образом тоже у нас есть предпосылка, чтобы мы получили этот материал более дешевый и выгодный. Но всегда дешевле, значит, лучше, или вы можете себе позволить чуть-чуть дороже, но качественнее, например, материал закупить? Или только цена обычная? Ну, это, я думаю, это в нашей отрасли те же проблемы, как в строительстве, иногда мы говорим, но есть этот термин, сам не это скиздовый гак, на который все как будто ориентируются, но в конце концов все-таки получается, все смотрят на цену изначально, все пытаются с этой ценой и конкурировать. Так что там в нашем случае тоже все-таки главное, то, что и на нас смотрят, то, что от нас требуют, первый вопрос будет, если есть дешевое качество, дешевое предложение, это очень аргументировано, почему мы взяли дороже, но качественные. Но там должны быть такие очень неполепробиваемые аргументы, потому что мы работаем в этом регулировании публска, аэпер, кумалы, кумсы, все вещи строго и строго, и там особо мы сами, исходя из каких-то своих предыдущего опыта или каких-то своих субъективных симпатий или антипатий, там нет особо места, где мы можем это... Но удается вам иногда отстоять то качество, но за чуть большую цену? Да, конечно, есть, если это однозначно можно аргументировать, то есть такие случаи. Ну, в общем, я говорю, это, конечно, не только, это вообще проблема, то, что связано с регулировкой публска, аэпер, кумалы, кумс, то, если я правильно помню, то даже председатель конкуренции по домам, это госпожа Абрамас, ну, так и публично сказала, что по ее мнению, если ты организуешь запкупку в рамках публска, аэпер, кумалы, кумс, это точно не значит, что ты в конце концов получишь самое выгодное и дешевое предложение, да, такое, такая проблема. А ротация вот этих предприятий, которые выигрывают у вас в том числе, да, закупки, они меняются? Много новых предпринимателей? Или это все-таки там те, с кем вы работали 10 лет назад, 15 лет назад и продолжаете сегодня? Или это тоже есть возможность для новых предприятий? Ну, это, я думаю, есть, главное ему сказать, что все-таки это долгосрочные партнеры, потому что нам тоже, ну, если новый партнер хочет стартовать у нас, то нам, конечно, важно убедиться, что он вывезли опыт, он может этот материал нам поставить. Но есть, конечно, ситуации, которые меняются, например, тоже закупка солями, вижу, что в этом, в этом, в этом сезоне, если в предыдущем годах там были три стабильных партнеры, которые работали с этим продуктом, то сейчас уже шесть-семь. Так что, есть какие-то тоже отрасли, где новые игроки появляются. Изменения. На сегодня нам пора заканчивать. Председатель правления Латвии Салтуцель Устера, Тайс Райтис Нэш, Порс был у нас в студии. Спасибо и вам за участие. Программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копеев. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.